всем привет из далекого китая родина всех товаров которые есть в украине и во всех многих странах как всегда сижу здесь вот на лавочке на свежем воздухе после работы хочу пить и есть но уделила для вас так что я купила каша перловая злоты 39 рис басмати 329 селедка 450 грамм матиас 689 торт 884 пиво малиновое злоты 99 и с курицы короче курица 488 27 28 чек немного болят ноги потому что сегодня на пику была старалась старалась но еще результат пока меня не радует нормально но меня не радует купила вот такой торт классный струскалками с клубникой он идите какой сейчас покажем дальше вот это каша перловая давно хотела ее ячменно потом селедка классная селедка мне нравится она вкусная очень фил кто польшим маринера вот марина и ра даже видите как почти марина почти марина вот такая она просто реально тут как две селедины наши и вкус как наш украинский потом оце куда с курчака так у меня селедка выпрыгивает сейчас сделаем уда с курчака у цена 5 злотых пиво малиновое такое хотелось мне что-то бухнуть и рис басмати вот такой сейчас я назад все попрячу а то кто-то подумает что я тут буду сейчас готовить это все с окна или есть селедку с тортом я тут часто меня уже наверно видят знаю знаю что я тут сижу снимаю что-то говорю короче такие новости завтра выходной опять 25 ну нету работы сейчас ну что сделать будет потом шо еще такое ну вчера у то по магазинам шастали каждый накупил себе шо хотел пакет поставлю на землю блин падать такого с новостей есть кое-какие новости но пока рассказывать не хочу и хочу сегодня рассказать свою сказку как я в детстве жила вообще какая я была в детстве я была большой мечтательницей ну я и сейчас осталась такой но в детстве вообще и вот одна но из детьми я там с пацанами соседским гуляла потому что у нас по соседству жила многодетная семья и были в семье мальчики младше меня и мы с ним играли войнушки нас напротив моего дома был лес небольшой маленький такой листок и мы играли войнушки я рисовала планы там действий короче всякое такое потом помнится мне что я рассказывала им типа придумывала говорю у меня есть такая волшебная есть такое волшебное облако она слаживается типа совсем крошечная в карман помещается когда разлаживаешь ты можешь по небу летать я просто сейчас ну если честно вспоминаю это и немного в шоке откуда у меня такая фантазия вообще мысль такая приходила это выдумывать где я это видела не знаю и они для том что верили просили показать говорила нет мне не мама не разрешает говорю а там еще на кнопочку нажмешь мороженое вылазит на вторую наш нож жвачка вылазит ну короче я фантазировала они верили ну кто-то скажет что я брала да именно так потом я еще водила этих пацанов малых куда-то в поле где-то это говорю здесь зарыт клад мы сейчас будем откапывать его они копали типа с надеждой что будет клад ну такое вспоминается из детства ну то что мы гуляли всегда на улице это конечно да сейчас так дети не гуляют мы допоздна если лето то это костры допоздна картошка на костре сала на палочке на костре ну было классно прикольно мне лично вспоминается теплотой этот период жизни детства ну а был такой еще случай это я решила что-то вспоминать детские истории из детства у меня сестра еще старшая есть и была мама бабушка отец нами не жил и как-то мы с сестрой я не знаю сколько мне лет но наверно мало еще лет пять наверное отправились за козой забирать ее и сестра говорит ты держи цепь ногами ну стань на него а я буду типа штырь вытаскивать ну коза привязана поняли как собака на цепку пасется она так но я что-то не знаю почему но я этот цепь взяла себе на плечи а коза почему-то резко в другую сторону рванула и цепь получился у меня на горле и она начала мне реально душить потому что она бежит ну ногами поняли так вот тут она и сестра я еще не не вытащила это 4 оказался в другую сторону ломанулась и она начала мне душить ну задавливать сестра же естественно бросанулась от ну отцеплять этот цепь с моего горла но она тоже слабо ну если мне было четыре или пять то ей там восемь девять ну короче силы что ж тоже мало а мимо пробегает еще младшая колька такой сосед из многодетной семьи и сестра горит иди скажи но она так держит немного то есть коза не может меня сильно там уже придушить ну хотя могла голову передавить и ты скажи что марину коза душит тут прибегает а бабушка картошку честь честь моя а он ходит и бурчит марину коза душит марину коза душит подумает что он бурчит не поняли ничего в общем пока не поняли сестра у меня уже спасла освободила вернее коза поняла что домой и еще никто не пускает и она пошла пастись ну то есть росла ослабила хватку а так бы легко могла создавите все в одну секунду но видимо не судьба была вот так вот такая у меня история вспомнилась но все теперь пойду потому что хочется уже есть пить и я не знаю завтра хочу все таки хочу бацейн в аквапарк там есть самый самый крутой пол не поздно не а вообще больше мальтанские термы вот я хочу туда хочу бацейн хочу в сауну как песня этой поищи это свой сауну сегодня приходи приходи что-то спящего дракона ты во мне разбуди кто не слушал послушайте я что-то на них потела вот это скрябина слушаю и и вот эти поющие ну и веселые такие песни зажигательные все пошла я уже в своих штанах новых всем пока кстати хотел сказать что очень удобно в этих штанах я сегодня бегала и футболки сердцем на груди сердце дрожало везде все пока люблю целую обнимаю